Он тоже очень вкусный, все знаете, что я пью морсы. И еще один микрофон проверяем, зато этот можно уже и в зале смотреть тоже. Сейчас ко всем подойду, кого не записал, запишу, так все работает, спасибо только. А, еще ваша, включи мне его еще раз. Еще раз. Ну что, он на него, ты его не выключай вообще, я уже включал. В чем дело-то? Понятно. Боится звукорежиссера, я понял. А меня пока что не боится, и зря. Я хотел вот что сказать. Если кто-то захочет Новый год отмечать в компании свободный микрофон и марафон, некоторые люди уже записываются, мы будем, соответственно, с 9 вечера, скорее всего, и до 6 утра это делать. Человек максимум 50 я смогу набрать. Это будут и участники, и, может быть, кто-то захочет взять с собой друзей или родственников, но все-таки Новый год и так далее. Так что, если никому вдруг случайно по душе эта тусовка, то можете записываться. Там цена билета, скорее всего, будет 3 тысячи, и по меню можно будет на них заказывать все, что можно и так далее. Чтобы читать и петь друг для друга. Ребята, как хотите, но это очень-очень неправильно. Это путь ведет в тупик, и он не развивает никого вообще в том числе. Вы так побалуетесь, год вам надоест, и вы будете заниматься своими делами. А творчество, оно канет в небытие. Если будет полный зал, а полный зал, это арифметика очень простая. Очень важно, что один человек берет с собой двоих друзей. Все, вот нас 30 выступающих, к примеру, да, вот сейчас бы в этом зале было 90 человек. Ну, сейчас еще подъедут какие-то люди, конечно, они будут потихонечку, да, и так далее. Потому что мы сегодня первый раз здесь, но тем не менее. Вот, и, соответственно, 90 человек, это другое, абсолютно другая энергия. Уж поверьте мне на слово, выступать другое окрыление. У вас будет ваше творчество совершенно по-другому развиваться. Ну, и, соответственно, клуб, да. Клуб нужно тоже уважать, потому что люди здесь работают, они предоставляют свет, звук, сцену. То есть вы просто приходите, и вам есть где выступить. Не в подвале в каком-то шаромыжном, а в реально хорошем месте. Здесь есть бар какой-то, здесь есть там кухня. Кстати, очень вкусно, я ее пробовал два раза, у меня два раза понравилось. Я всегда тестирую на себе. Поэтому, что такое уважать зал и бар, да? Не с полным пузом сюда прибегать, а хотя бы кто-то пиво взял, кто-то сок, кто-то чай, кто-то там салат, кто-то пирожные, кто-то это. Если 90 человек, то, соответственно, и бар делается хорошо. А если там 20 человек, конечно, это тяжело, и персоналу тоже плохо, потому что людям нужно там и зарплату платить, и как-то тоже жить, а времена у нас как бы тяжелые. Поэтому огромная просьба это все помнить и подвать человека с собой всегда захватывать. Это несложно. По телефону звяк-звяк и готово. Все, извините за то, что я вам тут по мозгам езжу. По поводу Нового года, соответственно, если кто-то соизволит, пишите мне в личку или ВКонтакте, или в Фейсбуке, или Инстаграм, если кто-то хочет. Лучше ВКонтакте и в Фейсбуке. Ну и все. В общем, потихонечку. У меня тут есть уже больше, чем 10 человек записано, поэтому сейчас я буду вызывать кого-то 3. 3 у нас музыканта в первом отделении, в первой десятке, и 7, соответственно, поэтов. Если я кого-то не записал, я сейчас подойду и это запишу. Вот вижу, что новые подошли люди. Что-то у меня тут фонит, подфанивает. Ну вот, все. Итак. Давайте начинать. Берем 10 бумаг с номерами. Сначала поэты, потом музыканты. 7 поэтов, соответственно, 3 музыканта. А что у нас фонит-то? Не знаю. Может быть, из-за того, что два микрофона рядом стоят? Нет. Ладно, короче, давайте начинать. Потихоньку подходят еще люди. Подойду сейчас ко всем, запишу. Но первые 10 человек у меня уже есть. Если, кстати, кто-то из этих 10 человек, которых я сейчас буду первыми вызывать, по каким-то причинам захочет быть во второй десятке, вы мне скажите, и я вас перенесу сразу во второй десятку. Никого не неволю, абсолютно. Да? Ну, как все записано, вот я так и вызываю, Сереж. Они такие, такие, такие. Если кто-то поменяется, может быть, захочет поменяться. Так, ну что? Все, давайте пробовать новую площадку. Ну, и присутствуем мы здесь все при историческом моменте. Да, у нас здесь, как всегда, значит, нас фотографирует замечательная Вероника Плеханова. Давайте ей поаплодируем. Начнем потихонечку разминать ладоши. Без Вероники Плехановой мы уже теперь никуда, практически деться не можем. Так же, как и без Матвея Коновалова, который видео сегодня осуществляет. Давайте мы тоже поаплодируем. Если можно, погруче, погружнее. О, замечательно. Будем разбираться, потому что, как я люблю говорить, от аплодисментов ни одного летального исхода еще не было. Все, давайте начинать. Под ваши аплодисменты сюда идет. Так, вызываю поэтов сначала. Михаил Соловьев. Встречайте! Номер два. Номерки, которые вытягиваете, вы мне на стол кладите, и все, да, на первой. Так, Михаил Соловьев, номер два. Так, следующий участник в качестве поэта сюда идет. О, у нас... Ага, так. Владимир Соловьев. Сразу подряд ее помилит Соловьев. Замечательно, я чуть не забуду сам. Номер четыре. Да, отлично. Номер четыре туда мне на стол. Очень давно у нас не было этого участника, и под ваши аплодисменты с удовольствием приглашаю сюда для жеребьевки Влад Дивайд. Встречайте. Номер семь. Владимир, я его тоже на стол. Если что-то мне так не удобно, с микрофоном, может, я в этот микрофон буду? О, точно. Вот он, по-моему, посвистывает. Нет? Лучше звучит, да? Так, номер семь. Номер семь. Я тогда буду сейчас пока на этой сцене в этот, а потом, когда пойду в зал, буду в тот. Следующий участник под ваши аплодисменты также идет сюда, и это... Анна Навь идет сюда. А номер пять, отличница. Аня отличница. На пятерке в школе учила, сразу видно. Так, номер пять. Следующий участник под ваш аплодисменты идет сюда. Виталия Пронгина. Встречайте. У нее уже поклонники, я так понимаю. Номер один. Номер один. С грустью сказал. С грустью сказал у Виталия. Все, на счастье, бьют бокалы. А что это было сейчас? Лопал бокал от напряжения? Это номер один. Мышь пробежала. Бежала хвостиком в хромах. Ну, сейчас уберут, уберут. Ничего страшного. Ну, бывает. Ребят, это же кафе, клуб, ресторан. Что делать? Всегда бьется посуда. Бьется на счастье. Так, номер один. Если кто-то хочет меняться с кем-то номерами, вы, пожалуйста, ребята, меняйтесь, но мне при этом говорите. Вот новые участники подходят. Можно вот сюда, вот сюда, прямо сюда сразу. То есть, вы мне говорите сразу, чтобы я эти номера менял, и, соответственно, я буду это тут же делать. Вот сюда, туда подальше, подальше, а я сюда. Чтобы мне бегать легко было. Да-да-да, совершенно верно. Так, номер, 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 номер. Под ваши аплодисменты Светлана Дианова. Пойдемте. Номер восемь положи тоже на стол. Я надеюсь, там эти номерки не облили соком, пивом, квасом или водкой. Что разлили там? Интересно. Так, номер восемь. Я вот стою тут я на сцене и думаю, как бы нам всем проснуться. Слегка какое-то... Сейчас проснемся. Получность какая-то небольшая такая. Ну, ничего. Под ваши аплодисменты сюда идет еще один участник. Катерина Шаблицкая! Я дебют на свободном микрофоне-марафоне! Номер десять вытянула Катя. Хедлайнер. Так, с поэтовой... С поэтовой закончили. Занимаемся музыкантами. Да-да, мне на стол надо номерки все класть. Так, музыканты. Дорогие мои музыканты. Под ваши аплодисменты сюда идет еще один дебютант на свободном микрофоне-марафоне. Юрий Седов! Встречайте! Как ни крути, то ищет, то ищет. Номер шесть. Юрий Седов. А может, девятый. Так, номер шесть. Юрий Седов, следующий участник под вашу аплодисменту, придет сюда, на эту сцену. И это... Екатерина Казовчинская! Встречайте! Еще один дебют на свободном микрофоне-марафоне! Ну, мы явно потерялись тут чуть-чуть. Большой зал. Номер три. Вот на стол положи, как-нибудь. Спасибо. Мне просто лениво номерки делать на каждую десятку каждый раз, поэтому я уж не обессудьте, буду их у вас отнимать. Так, номер три. Следующий участник под ваши аплодисменты идет на эту сцену. Синоватым приглашаю сюда Дмитрий Максимов! Под ваши аплодисменты! Номер девять. Да, и, кстати, сразу объявление. Пока Дмитрий Максимов идет, по его следам прямо за ним летит объявление. Девятнадцатого числа. Девятнадцатого, а ничего не путают, Дим? В субботу. В субботу. Вот уже на этой неделе. У Дмитрия Максимова будет сольный концерт, в котором будут принимать участие также Павел Русский, которого вы все прекрасно знаете, также будет принимать участие Сергей Стрельцов, еще будет принимать участие, ну, два человека, которых здесь не было, там Олег Рудаков и девушка, да, еще девушка какая-то будет принять участие, которую я, если честно, не знаю. Вот, я Олега Рудакова-то не знаю, я просто его случайно знаю, потому что мне Дмитрий Максимов сказал про это, извините за мой быстрый такой, лексиком. И ваш покорный слуга тоже там будет принимать участие. Больше там не будет никого, в зале, как мне сказал Дима, будет примерно, ну, где-то в районе тысячи-полторы человек, шутка. Раз, вздройнул. Нет, там в зале всего человек сто помещается, вот, а они там... Сколько? Сто пятьдесят помещается, а будет сто, да? Может быть, будет все сто пятьдесят, да? Ну, короче говоря, там будет очень много народу, и, соответственно, можно туда прийти, вход там какой-то, чисто символический, триста рублей, по-моему, да, триста рублей вообще ни о чем. Поэтому приходите, «Океан», да? Если мне память не заметит, нормально, я выступать собрался девятнадцатого числа. Где, чего, во сколько? В восемнадцать-ноль-ноль, я знаю, это точно будет. В восемнадцать-ноль-ноль будет сбор, а «Океан» я тоже знаю, я там выступаю тоже, я там выступаю не как ведущий, а просто, ну, почитаю минут пятнадцать, может быть, да, Дима, или двадцать? Или пятнадцать? Пятнадцать! Пятнадцать, аккуратненько, так сказал Дима. Несензурной лексики не будет, не бойся, все подобрал, все как надо. Ну вот, в общем, короче говоря, дорогие друзья, тяжело, конечно, первый раз на новой точке обкатывать, да еще вот такая она большая, просторная, такая цивильная, с хорошим звуком, с большой, в общем-то, сценой. Ну, будем все приспосабливаться, я буду первый, как всегда, на амбразуру, ну, вот, ну и, соответственно, давайте начинать. Нет, я не плачу и не рыдаю, на все вопросы, я открыто отвечаю, что наша жизнь не крана, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же музыку громче, мне извиняться, мне уступают, я не смею отказаться, и раз вилой талант, и мой душевный шар не заслужили скромный конорар. Пусть весится ветер жестокий в тумане житейских морей, «Белее твой парус такой одинокий» на фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть, мгновенно в яблочко попасть почти не целясь, а ровный взор набор, издачный поворот, и прямо в руки запретный плот, но наслаждение скользит по краю, замрите ангелы, смотрите, я играю в твоих грехов в разбор, доставьте топоры, вы оцените красоту и миры. Пусть весится ветер жестокий в тумане житейских морей, «Белее твой парус такой одинокий» на фоне стальных кораблей, «Белее твой парус такой одинокий». «Я не разбойник, не апостол, это для меня, конечно, тоже все непросто, и очень может быть, что от забот своих я посетил раньше остальных, но и не плачу, и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю, и очень может быть, что на свою вину я потеряю больше, чем найду, Пусть весит в совете жестокий, В тумане шевчейских морей. Билет мой парус такой одинокий На поне стальных кораблей. Билет мой парус такой одинокий На поне стальных кораблей. Итак, по мосту ведь работа работа номер тридцать. Часть объявляется открытым, ура!